Здравствуйте, пожалуйста, с самым интересным, да, с самым интересным. Я бы хотела, чтобы не только раз, найти эту тему, и сначала сделать одно небольшое объявление. У нас департамент Министерства образования и науки Самарской области на ваши образовательные учреждения и на разные муниципальные учреждения, даже вдоль Евразовства под Кусмом, у меня коллеги посидят вам тоже сделать объявление. Сейчас объявляют конкурс, который будет отбирать послов Тавриды. Там многие слышали такой конкурс, да, то есть это ребят, которые потом будут принимать участие, если пройдет этот убор, отбирать сами участников Тавриды. Поэтому, если кого-то вопрос какой-то интересовал, то кому-то не объясню, что делать. А сейчас, наверное, мы с вами тогда будем начинать. Я хочу представить сегодня вам нашу гости. Сегодня, кто уже у нас был в гостях, увидели, да, что у нас сегодня немножко другой формат. Мы с вами очень творческий, да, сидели все подливками. Вот, но с вами мы могли себе позволить другую обстановку. Итак, сегодня у нас в гостях Игорь Шадрид, руководитель департамент «Пластибиновый дождь». Я хотела сказать, что вы не понимаете, что это все, но ты не расскажешь сам, потому что не может, что рассказать. Задавайте много вопросов. Значит, смотрите, я понимаю так, что вы, сочи, ну, на ажиатую большую часть вас пришла с какой-то своей целью чего-то в Москве своей получить для того, чтобы опытом пользовались, были там дальше успешными каких-то своих направленных украинцев, поэтому, ну, надеющих правил, может кто-то вообще, я не знаю. Поэтому я сейчас чуть-чуть больше о себе расскажу, чуть-чуть объясню, что я собираюсь, рассказываю, а потом на своих посоветоваться. То есть, может быть, про что-то я не больше расскажу, про что-то меньше, то есть в мистер-профлорах. Понятно, значит, Андрей Игорь, как вы это считали? У меня два, как бы, такие, две тысячи основных – это коллективка «Свенбург» и фестивалька «Свенбург». Это основные. По-другому, всего прочего, есть еще много раз в направлении «Свенбург» и «Свенбург», «Свенбург», «Свенбург» и «Свенбург». А какой у нас там тема называется «Свенбург»? «Свенбург» «Свенбург» Я собираюсь рассказать следующее. Я собираюсь примерно рассказать какие-то основные вещи, как театр создавался, но не создавался, как он живет на сегодняшний день, а как у нас устроено все. И собирать это первое. И второе, собираюсь рассказать вам, наверное, какие-то предъемы, какие-то вещи, которые используют при создании мероприятия, как и фестиваля нашего Афгии, и какие-то вот такие вот. Вот есть два направления, которые основные. Вы сейчас в процессе подумайте, что вы не делаете, что вы не делаете, и посоветуемся. Я сейчас включу, я сейчас включу, записываю все это счастье. Я придумал такую штуку. Записываешь, и все, что говоришь на дектофон. Потом с компа включаешь, а у нее в телефоне стоит такая штука, которая со звука берет к экспрессу. Ты наболтал лекцию, она уже начала записывая дектофон по правилам, как же ты можешь не спускать. Значит, театр в поселенной. Не помнила дать? Да. Что? Что? Значит, театр в поселенной. 25 лет. Это было, с самого начала, это был детский театрик, там какой-то сначала даже, по-моему, а, при дворце пионеров. Вот, детский театрик, но у нас изначально получилось так, что у нас там существовал и я, режиссер, и хореограф. И поэтому это было чего-то непонятного, потому что это вроде как был не драматический театр, вроде как был и не танцевальный театр, а что-то такое вот с мит. И, как практика показывает, это как бы получилось, что это достаточно хорошо. И вот мы жили-жили, выросли потом студенческий театр, значит, там 130 человек, там весьluk везде-в jaric-верти. Вот. Но было это все, было это все, ну скажу так, ну очень очень местечково, прям очень, очень, ну так, не выкидно чего-то особенного, вот, а потом появился такое направление, как коммерческое, у нас появился человек, который начал вести коммерцию, это важно, как бы это стремно звучало, это важно, и мы начали работать на коммерции, на всяких там свадьбах, корпоративах и так далее, и у нас, как у театра, появилось денежное, и мы какое-то время существовали, ну, как вот открываются, вот сейчас там все коммерческие коллективы, там, берут там руководители, три танцорки, девчонки, и они танцуют, там, или берет, там, например, там, ну, более, да, вот, а, и вроде бы, казалось бы, ну, как замечательный день, что есть жизнь, есть, но что все хорошо, осталось кучей, потому что сильно на коммерцию и творчество стало намного меньше, стало скучно, мы такие думали, как-то, что-то мне хватает, пытались делать постановки какие-то, театральные, на сцене, пытались куда-то вылезать, ну, если ездишь раз, вот, там, два, там, вот, на фестиваль, и все, ну, покажешься там один-два раза, вот, и все, мы такие, кем, ну, что же кем? Вот, мы не придумали такую, что-то, мы не специально придумали, а с самого начала, придумали такую штуку, а туку назывался «Дураки дороги», а сделали, к тому времени мы как раз уже увидели какие-то вещи, случайно совершенно, которые театр работал на улице, увидели уличный театр, до этого, ну, вроде как они действуют, но так, не забыли, причем увидели хорошие, зарубежные уличные театры и такие, о, нифига себе, и придумали такой штуку «Дураки дороги», все думали, что это вроде плохие дороги, там, нет, а это было просто, мы сделали какой-то кусок, там, сорокаминутный такой уличный, из миниатюр, из каких-то там интерактивов, ну, какой-то такой полукловский, и поехали от Самары до Москвы и обратно, останавливались, ну, там, в нескольких городах, там, что-то, 8 городов, что-то было, и показывали, причем это была авантюра, прям, прям, прям авантюра, потому что мы с городами ни с кем не договаривались, мы приезжали там, допустим, там, есть пешеход, или там, у какого-то парка есть площадка какая-то, мы останавливались, подключали к машине колонку и работали, потом собирались уезжать, мы там еще писали в разные города, писали людям, которые, там, друзья, там, знакомы, там, через какая-то, типа, ребята, есть, можно вас там переочевать, и вот так вот ехали, там, пару недель, может, даже недели три ездили и показывали, и после этого произошла такая штука, что мы изначально, вот, первый город, я бы хотела указать, да, мы с Амарой указали, мы там первые штуки, изначально, то, что мы показали, ну, вот так как DM, вот прям, вообще не правиль hur, а потом по мере того, как надо идти, в другой город приезжает, в другой, в другой, мы сами, ну, на горьком опыте, а в другой, мы стали понимать, что такое именно уличение, что именно на улице работать, потому что мы на сцене работаем всегда, всю жизнь, и тут вдруг мы стали понимать, что по итогам поездки, когда мы уже вернулись в Самару, мы вдруг осознали, что мы на самом деле знаем, что такое работать на улице, что такое, ну там, какие-то свои законы, свои какие-то такие, ну, не ощутимые, вот, и с тех пор мы такие шлеп и решили, опа, у нас с одной стороны осталось коммерческое направление, а с другой стороны мы стали работать на улице, что оказалось, ну такая миша очень была в то время свободная, я и сейчас, не сказать, что она прям очень сильно занята, что оказалось, ну, как-то таким хорошим решением, по крайней мере, для нашей страны, и вот до сих пор, ну, сколько там, это было первые уличные дела, это были где-то, о, да, у меня сегодня, да, я вчера выкладывал девчонки, вот, ну, вот, у нас первый спектакль, уже спектакль, поется в 2009-2012, вот, а там вот этот поездка в «Дураке дороги», наверное, это в 2011-2012, вот, 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 примерно вот такая вот картинка, кто мы такие сейчас, ну, вкратце, я не знаю, ну, есть мы с вами говорить, нет, ну, наверное, я что-то скажу, то есть мы сейчас такой крепкий, очень крепкий уличный театр в рядах уличных театров России, еще чуть-чуть, как втройку, четвертый, нет, втройку, втройку, ну, в подвигах, трудно сравнивать, потому что там разные форматы в театре, но в тройку уличных театров России входит и по значимости, и по уважению, и по приглашениям и так далее, вот, а, где вы, кстати, проходитесь, что-то сейчас, какие-то крупные вещи могу перечислить, где мы участвуем, потому что в прошлом, там, слава, понятно, а, там, всякие, это я говорю не о наших, не самарских, не местах, там, в Сочи, олимпиады закрытия, там, месячные, репетиторы участвуют, на которые, каждый год у нас, ну, где-то примерно в среднем, ну, здесь несколько годов, от семи за, я считаю, там, десяти поездок на фестиваль, наши, летные, 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 мы ездим тоже, вот, где-то я говорю про фестиваль, не про заказы, например, когда покажут, там, на день города, там, постройка, а именно фестиваль, это, то есть, как сезон начинается, там, летний сезон, вот мы, вот так, начинаем ездить, и, поэтому, в Самаре мы, на самом деле, смотримся очень славно, потому что мы, летом, чаще, где-то, показываем, чем сезон, вот, а, ну, вот, примерно вот так, вот он, он сейчас, коллектив этот же, коллектив, чтобы вы понимали, нет, давайте, знаете, как, давайте, вот, примерно, вот, кто уколчился, хватит, вы мне скажите, что вас интересует, хочу рассказывать, и кто вы такие, то есть, например, есть ли театр, а? Раз, да, все, да, просто, может быть, я что-то говорю, а вам, значит, не надо, вот это, понимаете, да, о чем я могу, то есть, вы меня направляете сначала, расскажи там правду, а, скажи там правду, как бы, ладно, какие начали, ну, как бы, газы у нас устроили, значит, мы не приколны, ничего, то есть, у нас нет, никаких зарплат, никакого бюджета, ну, мы, вообще, всегда, всю жизнь были, ну, правда, там, первых годов, когда мы в детский диалог приедем, в 20-и год, потом, дальше, мы всегда, С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, могу подробнее рассказывать, если вас какие-то экономические вещи интересуют, спрашивайте, не стесняйтесь, все могу рассказывать, все открыто и все прозрачно, все понятно. Вот, а то у нас есть, у нас есть, ну где-то примерно, держится примерно человек 15, постоянная труппа, опять же, чтобы вы понимали, труппа, не как в профессиональном театре, а люди не приходят и не получают зарплату, то есть постоянную зарплату, а люди приходят и работая, начиная от коммерческих заказов, как я говорю. И заканчивая творческими, и перезаказывая фестивальными, политскими и всеми такими диванами, они получают зарплату, но это непостоянная зарплата. То есть, когда ничего нет, заказывается, такое, конечно, может, много ли было, ну, примерно так вот, или когда мало, когда мало, когда мало, когда мало. И поэтому в труппе остаются люди, не те, кто пришел, ну, за зарплатой, это и хорошо, и плохо, но это дано, а те, кому это интересно. И те, кто, побыв там в коллективе у нас внутри, они понимают, что это, там, вторая или, может быть, даже для кого-то первая семья. То есть, когда вот там уютно, когда там люди хорошо, тогда они существуют. Мы можем с ними и оконить, и отрить, и пить, и трубить, и коня, насколько, и все. Ну, это так успокоено. А раньше мы делали, ну, как раньше, под несколько лет, три, что ли, три года. Три года мы делали такую структуру, как студия. Мы набирали монетик, с ними делали показ, там, обучали, ну, получалось где-то в районе 30 месяцев, почему-то всегда. Мы мечтали, чтобы за полгода у края собираясь не получалось, вот, делали с ними показ, и после этого показа, ну, такой внутренний приход, приглашали к храму, и у себя там на базе показа. Вот, и после этого показа мы кого-то из этих новеньких, как бы, забирали в театр, ну, если это нравится, а кого-то мы не забирали. Это было, что мы года три делали, потом поняли, вот последние года два-три, наверное, два, мы поняли, что это очень много сил и времени занимает у нас, руководители. Вот, и поэтому в последнее время мы делаем так, мы периодически выбрасываем, когда-то, в основном, выбрасываем клич, приходите, у нас приходит какая-то группа в глаза, парень, типа желающие, они существуют, там, где-то месяц отдельно, там, на ходу ли, пока они встанут, пока они, там, чуть-чуть по актерке подтянутся, ну, пока подосет, а потом сразу в коллектив вливаются, и там процесс такой бурлящий и сложный. Кто-то понимает, что это его и остается, кто-то понимает, что это не его уходит, кто-то понимает, что это его, но он не может и тоже уходит, а кто-то, ну, вот как-то вот так по-разному. И в основном, да, человек 15, она не на цифру. Причем, учитывая то, что, ну, например, есть когда какие-нибудь заказы на 40 человек, там, а 40 туристов привезите нам куда-то, понятно, что у нас есть люди, которые уже по разным причинам, там, девушка замуж вышла уже, как бы, там, или на работу устроилась, которая, там, уже не позволяет на этой цифре, вот, но на ходу ли вы находите? Таких людей очень много, вот, и когда есть какие-то, как мы провели, ребята, помчают, сиквы, все собираются, все расходят, а не обязательно на ходу ли вы находите? Ну, у нас там ходу ли, какая-то тема возникла давно, и она как-то живет крепко достаточно, потому что у нас и хореограф, вот вера в коллективе, она, конечно, ну, я не думаю, что в России есть еще кто-то, у кого вот эта методика обучения, там, не обучение, да, но там, становление, да, на ходу ли, у кого-то еще она есть. Я думаю, что это уникальная методика, хотя, ну, что-то в особенном, только в переводе, а где-то, вот, хотя там, ну, там, много может пропасть. Вот, вот примерно то, как происходит у нас все внутри. А к вам приходят профессиональные актеры или на телевидении? Нет, профессиональные актеры не приходят, потому что, как я объясню, профессиональные актеры, понимание, и в общем понимании, это люди, которые, заточен на драматическом театре. Мы, например, с текстом не работаем вообще. У нас там морда лица должна быть, у нас там должна быть либо хореографическая техника, либо там физическая подготовка, там, трюки делать и так далее и тому подобное. Поэтому актеры профессиональные, ну, у нас появлялись, появлялись пара-тройка, вот, но не долго пробылись, потому что, ну, это разные вообще, разные такие лепостаси. Хотя, если человек, вот, он только-только начал, были, есть, даже есть, то есть закончился актерский актерский актер, еще не стал актером, там, где-то какие-то театры, все, но он пришел и существует. Так тоже, тоже, да, но это исключение, скажем, чем-то человек. О чем дальше рассказывать? Что вам интересно? Я могу подробнее, как у нас все устроено, я могу про мероприятие наше, я могу про фестиваль наше, что-то поговорить. Кому что интересно? Как все устроено. Как все устроено? Ладно, ладно. Как все устроено внутри, да? Внутри театра. Значит, смотрите, подробнее. Что говорить, у кого что интересно? Обычные работники. И по организации тоже интересно. Да, и за счет чего у вас финансирование? Да, а что вы передали, что было? Организованный день. Организованный шнад? Рабочий день. А, день? Нет, там не так все. По идее там все, если со стороны посмотреть, там, как кружок, грубо говоря. Но кружок такой странный, потому что, в принципе, никто никому ничего не должен. По идее, любой член коллектива может, так сказать, блин, а я это, того не. Я купил путевку с моим любимым там, и мне нужно уехать на две недели. Со одной стороны. А с другой стороны, мы можем сказать, они волнуют, у нас новая постановка, конечно, езжай, но новая постановка будет еще. И как бы вот так вот все это происходит, рабочего дня как такового нет, день, это громко сказано. Мы можем, например, особенно перед крупными мероприятиями, перед нашими фестивалями, там, или перед новой постановкой, мы можем там, ну, недели две торчать с утра до вечера, без выходных, без там, безо все. Это можно, потому что, помимо репетиционного процесса, у нас же все, что делается, а кто если видел, вы понимаете, что у нас мы любим какие-то большие декорации делать, какие-то большие там образы, там, и так далее, и эквизит, там, и костюмы, все. Мы все это делаем сами, прям, вот, реально сами, все. Начинают руководители, заканчивая, там, новенькими, кто только пришел, кто на что, кто на что за раз, там, я с пацанами, там, мы пилим железки, варим конструкции, там, девчонки еще идут к тяжестюнули, делать эквизит, там, ну, и так далее, вот. Это может быть так вот, но чаще всего, вот, если, когда нет большого загруза, мы собираемся нечасто, мы собираемся, ну, там, я не знаю, 4-5 раз в неделю, не по всем, не целыми, не целыми днями, там, вечерами, если выходные, там, да, там, там, часов 5-6 минут, там, собирается, и это делать. Ну, это когда, вот, спокойно. Почему-то так, правда, получается, что вот уже третий год неспокойно, потому что, ну, как-то все много-много-много происходит. То, какой-то, там, кто, односор, то, другое, там, вот, лето было вообще прям очень, очень адовое, потому что у нас всегда на лето, мы делаем сетку, там, где мы участвуем, поездки на, ну, на фестивали, там, так далее, там, подобные, свои какие-то показы, свой фестиваль. А тут еще чемпионат мира, в котором, ну, вроде как, и не думали, что мы прям вот сильно там будем, а оказалось, что мы прям вот там в семи костями. И чемпионат мира добавится, и то, и то, и то. Вот, и поэтому, вот, как-то неспокойно, а, например, как пример, мне очень спрашивали, а год театра для вас, каким годом, а как-то так получилось, в этом году, который будет, который идет сейчас. У нас обычно, ну, две постановки в год выйдет, поменьше и какую-то побольше. А в этом году, я чувствую, что мы на четыре постановки выйдем, и это будет очень тяжело. Но, но востребован, ну, и такой получился процесс, потому что мы на новогодний кусок уже сделали постановку Логику, очень симпатично. Мы ее на следующие Новые годы пойдем, наверное, там, в Москву, а мы же, ну, посмотрим, вот, как легкое большое колесо, и с ним, там, всякие, там, лунные рапсорды. Мы сделали Луну, и, ну, как бы все, залепут, там, на почте клуба, что-нибудь, на стадионе работают. Вот, это вот первая постановка, она уже как-то слышит. А еще впереди зимний фестиваль, на котором мы делаем новую постановочку, небольшую, там, Гарфома с Айстами, и клеем мы будем делать, и, скорее всего, у нас должна выйти, сейчас отрешает, новая постановка в ноябре. Я понимаю этот, ну, этот загруз, который нас будет ждать. Ну, вот, тем не менее, вот так. Был бы, был бы, был бы, он что-то что-то спрашивал. Организация этого не была, что за вопрос? Финансирование. Финансирование. А вот я уже говорил в самом начале, когда мы, давно-давно, 15 лет назад, если не больше, когда мы начали работать в коммерческом направлении, мы начали зарабатывать хорошие деньги. Но, тут вы поймите правильно, зарабатывать хорошие деньги, как и что. Есть, например, руководители коллективов коммерческих, в Самаре и вообще в принципе, которые хорошо живут, есть хорошие деньги, живут хорошие квартиры, и так далее, вот они живут. А получается, а у нас получается такая штука, что мы существуем в коммерческом направлении очень плоско. Я, например, езжу на разбитом, рано и целям. Так, пример, да, ну, прочее. Почему? Очень много денег требуется для творческого направления. Например, ставится новый постановок, все декорации, все костюмы. Сейчас мы начали, мы дошли до того, хотя уличный театр так еще пока редко, мы дошли до того, кто уже музыку свою пишет, как в профессиональных театрах и так далее. То есть вот это все съедает очень много людей. Вот реально. Я уже не говорю о помещениях. У нас база, бывший торговый центр в Колизии, знаете, на старой городе. Убиты, разбиты, там никого нет, там пустые коридоры, там можно кричать и верить. Вот реально, там, ну, там 4 или 5 секций работают, все, вот на все это, как граждане. И мы там существуем. С одной стороны, там, конечно, аренда дешевле, чем в торговых центрах нормальных живых. Но для театра все равно торговая площадь, по цене торговых площадям аренда. И это очень сильно там будет показывать. А мы в другом помещении, мы постоянно, в перманентных хористских помещениях, но сложность в том, что нам нужны высокие потолки. То есть нам просто 5 метров выше. Вот. И поэтому очень мало, на самом деле, таких помещений, которые можно, там, конечно, снять цель. Могут быть холодные, али там жаркие и так далее, там подобные. То есть тоже разные версии. И он сейчас до сих пор. И мы там существуем, платим, там, нормальную аренду для театра. И получается, что тут такая парадоксальная ситуация в плане денег, в плане финансов. С одной стороны, мы зарабатываем нормально, но с другой стороны, эти деньги съедают, ну, практически все съедают вот этот процесс. Я мозгами понимаю, что если вдруг мы взяли и убрали прочую составляющую, ну, мы бы не ставили новые постановки крупные, которые, ну, если по финансам посчитать, они очень неретабельны. Имиджево, да, там, творческие, да, а бюджеты вообще неретабельны. Если вот это убрать и оставить такой коммерцией, пол коммерцией, то это вообще что-то. Но, я говорю, мы этот процесс проходили, этот путь, мы были на этом пути, это реально скучно. И остается, и ребятам скучно, а остается, ну, прям, только самые фанаты коллектива, а остальные уходят расходиться, потому что, ну, правда, скучно. И поэтому вот, вот как у нас устроено, вот так устроено. То есть мы зарабатываем деньги для того, чтобы часть, там, оплатить аренду, часть пустить на декорации, на костюмы и так далее. И понятно, что еще и в карманы надо положить, как мы знаем. А в грантах вы участвуете? Что? В грантах участвуете? Да, ну, гранты мы, ну, во-первых, гранты, это очень маленький бюджет. Очень. Вот, например, гранты Самарской области, ну, там, 150, 200, ну, 300 тысяч, бывают какие-то аркантуру, там, это какие-то, то есть, например, чтобы провести, мы гранты используем в основном на проведение фестиваля. Потому что у нас мы когда решили, даже чуть-чуть фестиваль Дёрден, мы когда решили, что нам нужно, по-близи всем прочим, так как мы в Самаре очень слабо представлены, потому что, вот поймите правильно, представьте, мы хотим, например, летом наступило, мы хотим сыграть спектакль, какой-то новый спектакль для самого, вот, нам для этого нужно арендовать звук, если это вечерний у нас спектакль, то и свет, арендовать площадку, а это реально арендовать, то есть где-то можно дешево, но где-то можно, организовать охрану, вот это все-все-все-все-все-все, а это тоже реально, реально сложно. И получается, что для того, чтобы нам просто, вот, по желанию бесплатно сыграть спектакль, ну, грубо говоря, 1150 можно заплатить. Ну, можно там как-то исхитриться, ну, до старого. То есть, представляете, мы так захотели сыграть, бесплатно сыграть спектакль, а мы на улице играем всегда бесплатно для зрителей. То есть у нас не разу было такого, что где-то, бывает, как делать, но мы так не разу не делали, в закрытом пространстве, там, по огороженному парке или где-то по билетам, вот, нет. Зритель всегда приходит и смотрит бесплатно. Вот нам, чтобы сыграть бесплатно для зрителей, и бесплатно, и заработав ничего, нам нужно заплатить примерно 1000 стоп. И поэтому, мы не можем себе позволить сами сыграть спектакль, мы играем только лишь на каких-то мероприятиях, где не всегда наши спектакли нужны, ну, например, вот, там, всякие, ну, сами-то, да, вот. Вот, а, или, например, у каких-то закрытых каких-то вечеринков, корпоративов и так далее, где тоже такой спектакль. И мы придумали, и мы поняли, что, ну, где мы в Самаре, у себя дома, где мы можем показывать, где нас будут вообще знать в принципе. Вот, и мы придумали вот такой фестиваль, тогда это было 7-8 лет, тогда это было, ну, в России было очень мало фестиваль. Было два, я говорю, два, а в России просто. Вот. Мы начали делать с вами. И вот там, конечно, там очень сложно, кто не компенсирует, потому что, допустим, любые возможности по граммам, любые возможности, где уходим, а мы, если, если мы понимаем, что мы можем взять грант, то мы, конечно же, выберем гербный фестиваль. И, правда, начали проводить фестиваль, сначала летом. Летом Струковском наш родной дом был, и, надеюсь, и будет, и есть. Вот. Потом появилось, там, года три назад появилось предложение от торговых центров, причем не от одного, от нескольких, а давайте-ка у нас такую же штуку. Я очень долго сопротивлялся, потому что, ну, одно дело, на улице и, как бы, ну, прямо в праздник, а в торговом центре, ну, понятно, что это в любом случае, как ты, как ты там, не то, что не успешно, в любом случае для торгового центра это, главное, ну, привлечение не бывает. В любом случае. И поэтому другие коллективы и зрители, они это сознательно все равно понимают. Я, поэтому, долго сопротивлялся, долго боялся, а сможем ли мы сохранить вот, как бы, так вот, вот эту атмосферу именно фестиваля, а не такого вот, только большого рекламного мероприятия. Вот. Но, тем не менее, рискнули бы, сделали, вот, три года делали, сейчас, вот, сейчас, скорее всего, черт, переговор до конца ведем, скорее всего, четвертый раз в этом, потому что ты можешь прийти, никто не точно, я вдруг третий, два раза делаю, и сейчас будет третий раз. Вот. Что хотел сказать, задумывался, попробую. Ну, вот, короче, вот, еще идет и зимность. Вот это те, ну, такие имиджевые мероприятия, ну, скорее, не это имиджи, а зимность, так, умение, вот, которые, вроде как, мы нашли возможность показать себя, показать себя, показать себя, показать себя для ацематских зрителей. Потому что, я не знаю, может быть, кто-то, если в курсе, мы очень часто, еще, помимо всего прочего, у нас есть еще одна составляющая, но я ее называю тоже коммерческой, мы очень часто работаем на всяких правительственных мероприятиях, если вы видели, там, например, площадные, там, техники, там, на самом деле, потому что я, по-моему, все прочие, еще занимаюсь режиссурой и вот массовыми мероприятиями в принципе, не только в простом виде, а в принципе, вот, и мы там часто работаем. Это тоже коммерция для нас, это тоже способ заработать денежку такую, с одной стороны. То есть вас финансируют областной бюджет, получается? Финансируют, нас приглашают с показанными, платят за это деньги, естественно, как и всех, вот, но тут есть такой, ну, с одной стороны, нет, ну так, как-то, по первости, мне казалось, что это, ну, как-то не очень хорошо, знаете, королевский театр, вот, а с другой стороны, знаете, какая штука, там есть, в результате получается, что есть возможность для каких-то творческих придумок, например, где, как ни на таких мероприятиях, мы, например, мой постановщик, хореограф-постановщик и я сам, а мы сделаем, там, какой-то кусок с экскаваторами, с техникой, с какими-то такими штуками, там, с бобкетами, чтобы и ходулисты работали, и паркурщики привели, и там, взоры танцевали, и там, в экскаваторах, там, и так далее, и так далее. Где, ну, например, я вам на скидку просто скажу, что, например, день аренды экскаватора, смотря какого, конечно, вот, в котором мы используем, 18 тысяч, ну, конечно же, аренда-день, репетиция, не важно, ты на час его взял или на весь день, 18 тысяч, представьте, сколько он репетирует, для того, чтобы чего-то, ну, только чуть-чуть порепетировать, чтобы что-то получить. Конечно же, мы, как уличный театр, этого бы позволить себе никогда не было. А тут, смотри, или, например, там, я не знаю, там, кто был, вот, был этот, фестиваль студентов на набережной, были, видели, не видели, там, ну, это не важно, сейчас расскажу. А мне вот приспичило сделать, там символ же был сова, вот, всего этого процесса, мне приспичило сделать большую шатсову из шарика, тупо, там, это, она там пела, она там танцевала, там, мяч пенала, там, и так далее. Вот, я говорю, я такой подумал, прикольно, давайте попробую сделать. И в белом доме говорят, ты че, какая шарика сова, я вот точно не думаю, будет сова, меня эти режиссеры, если не нравится, будет сова. Все, сова была, фу, да, бедня, она клевая была, вот, но где еще? Ну, может, конечно, шарика там, в улице театр, а можно сделать из шарика фигуру и что-то с ней работать, ну, из серии нафига, ну, проще сделать, не проще, а лучше сделать, как у нас есть, там, 6-метровая кукла, спектакль Тетеритер, мы ее сделали много лет назад, много лет назад, когда спектакль был, то есть она на такой железной основе, как бы, такое тело сделано, там, в коленечке, там, какой-то, рубашечка, ну, что-то такое, и голова, такая, в шляпе, такой, и голова, там, внутри человек сидит, там, врачегол, поворачивается, и такой спектакль вот с этой куклой заточек, потому что там, один из главных персонажей, вот, а потом, куда кукла, вот, новогодняя ночь, года 3-4, на одной площади кулашем, ну, и мы шьем костюм Деда Мороза вот этого, 6-метрового, он выходит с пост, он, там, разговаривается с небурочкой, фонограмм, что-то такое, ну, то есть это к чему, это мы берем, и какие-то, когда у нас творческие дела уже получились, мы из них можем вычленить что-то и превратить это в какие-то, более коммерческие, но, я к чему говорю, но, получается, я же начал это с этого, с фестиваля, и с имиджевого мероприятия для, то есть это, но, получается, что в Самаре очень многие люди видели нас только вот на уровне вот этих мероприятий, и вообще не видели, много не видели, я думаю, даже на уровне спектаклей или перфомансов, и как бы разные, получается, разные отношения, разные восприятия коллектива, театра в Самаре, какой он на самом деле. Поэтому я вот вам сейчас рассказываю, у вас такая, более-менее, ну, хотя бы на словах, картинка, как бы, такая, ну, получается, а на самом деле, по-разному. Ну и пусть. Давайте вопросы задавайте. – Что плохого в монетизации, рекламе, если все деньги… – Почему люди думают, что это какое-то предательство по отношению к ним, если все деньги всё равно имеют развитие театра? – Ты имеешь в виду что именно? – Участие в правительственных мероприятиях? – Нет, как бы вы сказали, в торговый центр приглашают рекламу. – А внутреннее… – Участие? – Наверное плохо объясню. – Внутреннее ощущение вот этого всего. – Одно дело, например, ты приходишь… – Сейчас какую-то роль, сейчас включу, сейчас. – Включи? – Нет. – Сейчас. – Сейчас, вот просто на… – Представь, знаешь, ролик какого-то одного из фестиваля, что-то есть много такого. – Вот, например, формат Струковского. – Это фестиваль, это фестиваль в Струковском, там. – Я уже не помню, что он такой спиртной работал. – Хе-хе-хе-хе. – Работает много площадок, разные площадки работают. Главная площадка, на которой центральные артисты, мало площадок, на которых артисты поменьше, и хореографы, ну, там, хореография работают. Детская площадка, там, еще, еще, еще разная куча вот таких всяких анимаций, просто сельхи народов ходят, арскульпционеры стоят, фотографируются там на подвулях и так далее, на все. Вот. На главной площадке чаще мы делали какой-то артамьер как задник, то фотоаппарат, то дирижабль, огромный стол. Здесь вот, по-моему, это что-то не получится. Музыкальная площадка, на которой просится очень много коллективов музыкальных, самарских именно, и не только как самарских, они нас зажигают там. То есть, это я сейчас, зачем, ну, давайте, короткий. Вот танцоры танцуют. Вот на большой, не помню, кто это. А, это питерский пижок, ребята. Вот немец, очень клевый, Бернард, очень добрый, прям крутой, человек артист. Вот это вот музыкалка, опять пошла. Это старый-старый ролик, музыка. Слышите, даже изобили, тут уже смешанная. А, нет, изобили, ну, девушка. Да. Да. Хорошо. Вот теперь, приедусь. Хорошо. Вот наши. Ну, допустим, да, теперь я к чему включил? Отвечаю на вопрос. Отвечаю на вопрос. То есть, мы когда придумывали наш фестиваль, я несколько лет перед этим был, на полунин делал, полунин, ну, такой очень крутой клоун, если кто не знает, российский. И уже теперь, наверное, не российский, уже не рано. Вот. Он делал в Москве, делал три дня карнавада. Он взял закрытый парк, закрытый кусок парка. Не кусок парка, там, не кукул, так называется. Первый большой кусочек. Как примеры, это даже в Круковской разме. Вот. Один день он делал белый карнавал, там все было белое. Второй день он делал чего-то карнавал, и третий день он делал цветной карнавал. Мы попали на цветной карнавал, и что там было? Я вот, наверное, тогда, после этого, я просто очаровывался этим процессом. Закрытая площадка, очень много мест, где что-то происходит. То есть где-то показы, где-то анимации. Вокруг этого всего выстроено очень много арт-объектов, и очень много разной анимации, в которой просто персонажи ходят и работают. И вот это все в результате, когда все вместе, получается такое бурлящее такое, какое-то существо под названием, там, фестиваль, карнавал, там, ну, карнавал это там чуть-чуть другое, но вот-вот-вот. Ты попадаешь туда, и ты погружаешься в атмосферу. Прямо шлет, и тебя распластывают, если это клево сделано. Клево сделано, там много есть приемов, много там, например, если ты смотришь на площадку, на площадке показ, то тебе не сильно должно мешать. Но если ты отходишь от нее, то через несколько шагов, ну, там, хотя бы метров двадцать, ты должен попадать уже в другой какой-то процесс. Либо тебя анимация уже должна подхватывать, там, живой скульптурой, либо ты уже должен слышать следующую площадь, и так далее. И тогда ты попадаешь вот в этот вот, и не выпадаешь. То есть ты не уходишь в сторонку и впадаешь в тишину, там, или там, в неатмосферу. Вот это вот происходит. И когда мы делали этот фестиваль, начинали делать его, и до сих пор пробуем это делать, мы пробуем сделать именно так. Мы, например, не распластываемся на весь стоковский, а там, делаем половину стоковского. Но это зависит, конечно, от бюджета, от того, сколько коллективов можно привезти. Вот. И там, если бы денег было много, мы бы, конечно, ненавидно сработали, исходя из этого. И вернемся к вопросу. Вот получилась такая определенная атмосфера фестиваля, на которой все, кто приходит туда, все добрые. Прям вот все, я имею ввиду, посетители, там, неважно, там, вон, даже ребята с камерами не ходят и ухвыляются, и по-тихи-тиху, там, бывает, да. Бывает, на других, бывает, мы его прислали, он поснимал, уехал, все, там, это, все. А тут все, кто туда попадает, они добрые, получается, там. Бывают, конечно, исключения, но тем не менее. А вот в торговом центре такую атмосферу очень сложность. Вот прям намного сложнее сделать, потому что, еще раз говорю, потому что люди туда приходят, понимают, что это не какое-то замок мероприятия ради праздника, а это замок мероприятия ради привлечения посетителей изначально для торгового центра. Понятно, что мы там стараемся, для нас, да, мы делаем праздник, пытаемся сделать, но все равно это две разные вещи, прям вот разные. Насколько они там разные, там, слава Богу, что у нас, ну, вроде бы, получается, что, ну, получается делать праздник там, но все равно это намного, намного слабее вот эта атмосфера, чем на Олеге, намного прям вообще не будет. Поэтому, ну вот, то есть стыдного ничего такого нет, но дело не в стыде, а дело в том, в чем. Да, давайте еще. У меня два вопроса. Первое, как создаются спектакли в вашем театре, потому что на драматическом театре, понятно, берете креса, разрабатываете, считаете, откуда здесь и каким образом надо. Это первое вопрос. А второй вопрос, у вас нет ли желания, ну, как бы, по определенной сложности у независимых театра, нет ли желания стать муниципальным? То есть накрыло. На первое, на второе сначала расскажу, нам предлагали, не единочные предлагали. И у меня просто был, там, много-много лет назад, лет двадцать назад, был опыт работы в муниципальном театре. В Тольятти, в муниципальном театре, я там был главным режиссером. Я очень прекрасно знаю, что такое план. План по зрителю, план по спектаклю, план по постановкам и так далее. И это, ну, очень сильно не мое. Прям очень сильно. И поэтому, когда звали, ну, вроде бы, а с другой стороны, ну, нафиг. Вот прям как. И поэтому мы, с одной стороны, плачиваем, что вот, у нас нет помещений, вот, у нас, там, не бюджет, ничего нет. А с другой стороны, когда дело до дела, у нас, там, говорят, ну, давайте. Я такой, ну, не знаю. Потому что, ну, чтобы вы понимали, что такое план, например, по спектаклю. То есть в году 365 дней там. Он разный бывает, в зависимости от театра, в зависимости, там, ну, тем не менее, средний. К примеру, там, да. 365 дней в этих году. А план по спектаклям, например, там, я не знаю, 450 спектаклей в год. Понимаете? Или план по зрителю. То есть, если ты сделал спектакль, и у тебя там залит 3-4 зрителя, то ты тебе потом, ты на план не выйдешь. То есть ты должен выполнить план муниципального, муниципального. Есть другой путь, конечно, есть другой путь, который, например, сейчас, в котором существует Театр Графика. Другой. Молодцы. Что сказать? Молодцы. Да, так получилось. Ну, хорошо, повезло. Ну, тем не менее, ладно. А что касается второго, первого вопроса, который, как мы придумываем. Вот, на самом деле, сейчас очень сильно в современном театре, ну, громко и что-то, но очень сильная интруденция ухода от материала. Прям очень сильная. Она все равно прям остается то, что берут там пьесу и ставят ее в текстовую, или берут какой-то там материал, какой-то там, я не знаю, там, какое-то там что-то, рассказ там, картину там, еще что-то еще. И по мотивам там ставят это что-то. Вот. А у нас, черт знает, просто, у нас как бы есть два направления в постановках. Одно, это перфомансы ходульные, например, там, у нас есть белые, у нас есть чики-слио-фритисы, это в красном там, а у нас есть сейчас аисты появятся и так далее и тому подобное. Это такие клоунские миниатюры, интермедии с интерактивами, с номерами какими-то там, и друговыми, и нет друговыми, как бы, и это все собирается в одну кашу, и милей, и веселье, и вот, вот, как бы, такие. Это мелкие постановки, мы их семечки называем, как бы, такие, ну, их и ставят, а их часто мы возим, потому что есть куча малобюджетных фестивалей, которые с вектаклем никогда не потянут привезти какой-то сериал с декорациями, там, со всеми, со светом, еще не дай бог. Вот. А вот эти, там, шесть человек приезжает, им нужна колонка, свои визиты они привезли, и вперед выступать. Это как бы одно направление постановки. Оно очень востребовано, реально очень востребовано. И бюджетно, и по стилю, потому что уличный, качественный театр, который может и трюки делать, который искренне работает, и который, ну, скажем так, позитив приносит, их, на самом деле, очень мало в России. Вот как-то так. Бывают те, кто хотят позитив, а работать, ну, сладенько работать, или потехать, или нет, а тут как бы. А второе направление, это вот как раз постановки. С ними очень сложно всегда. Потому что нам хочется поставить что-то. Вот первый спектакль поставили Дон Кихота. Мы его отыграли тогда, когда, вот там, 10 лет назад поставили. Отыграли, дай бог, то ли два, то ли три раза. И после этого мы его не играли лет восемь. И вот два года назад мы его сыграли еще пару раз. Все. Четыре раза, там, пять раз для одной постановки. В которой костюмы подшипы, декорации сделаны и так далее, и тому подобное. Вот. И это данность, потому что, ну, реально, спектакль вести тяжелее. И по количеству людей, и по количеству затрат на декорации, и на все. Но, с другой стороны, если мы год не ставим групп на спектакль, ну, нет, два, так сказать, то мы начинаем чатывать. Нам хочется безумно такого-то, не просто вот перфомансных коротких кусок, на которых мы уже руку набили, как и собаку съели, уже делаем и делаем. Вот. А вот хочется чего-то. И вот в зависимости от того, чего хочется на данный момент времени, мы то и ставим. Причем, ну, такое вот. Говорят, и я всегда всю жизнь говорил, и сейчас говорю, что творчество, особенно театральное творчество, это не демократия, там, все равно есть кто-то, кто говорит, будет так или так, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда мы размышляем вот по поводу постановок, ну, как-то это демократичный процесс. Потом, конечно, я беру просто направление своей руки и жесткой рукой управляю туда, куда мне кажется интересным и правильно. Но изначально мы придумываем все это, все это сами. То есть, например, мы каким образом поступаем, ну, для того, чтобы, ну, что-то заскучать. Ладно, давайте. Нет. Можно? А каков Ваш опыт совместной перформанси с музыкантами? С музыкантами? Да. А практически никакого в том представлении, в каком я бы хотел. А как бы вы хотел. Да, я бы хотел. А тут смотри какая штука. У нас постоянно возникает, у меня, по крайней мере, желание собрать разные жанры, музыканты, будь то танцоры, будь то фаечки, будь то кто угодно, и сделать постановку. Причем, часто бывает не только желание, а мы понимаем, что у нас бюджетная есть возможность сделать эту постановку крупной. Прямо собрать много коллективов и сделать. И это возможно. Но потом я себе предпонимаю, что мы и сыграем раз, ну дай Бог два. И все. И она развалится. То есть ее не будет. Потому что, ну вот как, например... Ну это ладно, куда не поймут. А можно еще какие-то вопросы? Вот если бы мы все-таки решили взаимодействовать, да, с музыкантами поработать, то как бы происходила эта работа? Ну, в моем идеальном мире, в голове, это такое, это театральная постановка, которая, для которой музыканты пишут свою музыку, и музыканты, конечно, вторичные. То есть не мы подаем музыкантам, мы, я имею ввиду, актеры, а музыканты работают на то, что происходит у актеров. Мы, например, сейчас вот новую постановку, которая будет, я не знаю, как это выкрутится до конца, но мы делаем вот в этом плане. Мы делаем следующее. Конечно же, мы не приглашаем музыкантов, может быть, одну девочку пригласим, вокалистку, но могу только. Мы обходимся своими семьями. То есть, например, мы сейчас делаем, она в этой постановке будет звучать, живой голос озвучиваться. Это, скорее, даже не вокал. Это такой полувокал, полувокалист, полу... какие-то звуки такие, какие-то, обработаны и так далее. Мы берем этот, как он, забыл, называется, видели ролики? Харбат, что ли? Новый музыкальный спирт, ну, как нового, может, было два. Такая кружина, с одной стороны струна, с другой стороны барабанная мембрана. И вот в этой кружине, там, бум-бум-бум, там вот эти все придет. Вот эта штука будет, там, у нас пока получилось, что три вот этих кружины растянутые, и человек, который звучит, он же еще и микрофон подцеплен нужен. И вот, короче, вот это все получается, и это, ну, надеюсь, что у нас получится, это выпрутить, вот в новой постановке сделать. Вот. Но если, я понимаю, что если мы, например, мы изначально думали, давайте позовем какую-то группу какую-то, и они нам это закроют, и да, они бы нам это закрыли, потому что это было бы им интересно, и так далее, и так далее, и так далее, но организационно это не работает. Потому что через год или через два из этого, например, коллектива музыкального, этот коллектив музыкальный, например, он распался, например, да, дай бог, чтобы он жил там, и так далее, но он распался, и мы остались не с чем. Поэтому… А еще можно прийти вопрос? Один из самых музыкантов у вас, которые интересно. Например, есть какая-то композиция, да, и хочется, например, чтобы была какая-то коллаборация с театралами и танцорами. Я, например, хочу привести птицу. Какие потребования будут со стороны танцоров и театралов? Непонятен выход. Ну, допустим, сделали мы кусок, и что дальше-то снимали? Вот с этим мужком. Мы такие срепетировали и клево получили даже. И дальше, если все нормально, мы с этим выступаем. Много-много мы выступаем, да? Да. То есть постоянно на постоянной основе? А? Я смотрю на постоянной основе. Я не знаю никакой… Вот честно тебе скажу, не знаю никакой творческой составляющей музыкальной в Самаре. Вот правда… Ну, есть, конечно, есть. Ну, нельзя огонь, конечно. Есть и исключение. Ну, как правило, нет творческих составляющих, которые на постоянной основе работают. Есть коммерческие составляющие музыкальной. Это да. Это да. А, ну, блин, не знаю. Это отдельно говорит. Давайте… Вы, если скучаете, сразу задавайте вопросы. Кто-то, кто-то… А если кому-то… А если кому-то… Не-не-не… Сейчас, сейчас… Не-не-не… А какие еще массовые мероприятия вы сказали? Вы сказали, что у вас не только творческие мероприятия. Еще о чем-то не занимаетесь? Ну, ну, смотрите, да. Просто я говорил, что у меня, помимо «Сына Дождя», я режиссер массовых мероприятий в принципе. Ну, как бы… Я много-много лет жюри и ставил студенческие мероприятия. Вот, потом много мероприятий, которые идут, ну, как раз, вот, к каким-то праздникам и событиям. Начиная вот, точнее Куйбышево, новогодней ночи, и заканчивая всякими там мероприятиями. В Оферном театре, там, и так далее, и так далее. Я не думаю, что вот именно этот срез вам будет интересен. Вряд. Как пример, как… пример фестиваль, да, может быть. А вот такие, не знаю. Ну, если интересно, запрашивайте. Ну, по поводу, вот, вы привезли раз по теме. Вот это для вас больше, как коммерция, или вот это для души тоже как… Нет. Тоже вообще, там вообще копейки. То есть коммерция, конечно, нет. То есть это тоже больше для творчества. Да, да. А там было как? Ну, это мы сейчас, скажем же, уже такие, ну, заматерились в плане творчества. Мы можем такие, ну, аккумулировать много идей творчества. А раньше, ну, я, например, задумывал какой-то… в какой-то курсорспектакль. Я вот что делаю. Я его привык и проверяю на студии системы. Ставлю студию системы. И давайте. А там студенты, они же такие… И вперёд, и там что угодно сделают. Вот. И они вот делают. Я думаю, о, прикольно. Там по-другому, там потом это и шло. Ну, в постановке там как-то. Часто, вообще, так трудно. А коммерция там, ты чего? Где студийственная коммерция, ты чего? Да. Вот. Вот. Поэтому это только творческое. Только творческое. Поэтому. Какое? Ну, просто посчитала, наверное, что в Питере, вот, создал союз, по-моему, да? Союз уличных театров. Ну, в принципе, такой, что вам даёт. И много ли у нас в стране есть уличных театров? Ну, уличных театров сейчас, они, типа, растут как грибы. Последние, ну, вот, лет пять-семь. Они растут как грибы, да? Вот. Другое дело, вопрос качества. Это, ну, сложный вопрос. Поэтому я думаю, что мы можем себе позволить говорить, что в тройку угол лучше, чтобы мы входим. Потому что… Не потому что… Не только потому что мы такие плёбы, но и потому что пока люди не леют. У них, видимо, они не поехали куда какие дороги, вы узнаете. Ясно. Но, тем не менее. Вот. А союз… Ну, на самом деле, эта идея с союзом, она… Просто, чтобы всем было понятно. Вот, буквально, когда я здесь… То ли в декабре, то ли в ноябре в Москве Чубак один… Он… Он себя называет «тиран картонник». Если знаете такие штуки… Строит картонный город, и внутри детишки, там, разные кофе есть и разная фигня. Вот. Он это давно-давно, много лет начинал. Очень клёвый такой дядь там, бородатый такой. Он себя называет «тираном», потому что это государство как «тоник». Он «тиран», он делает там все что хочет. Очень добрый, очень клёвый, очень… Вот. И он задумал сделать союз уличных театров. На самом деле, союз уличных театров создавался, ну, по крайней мере, на моей памяти четыре раза. Вот это пятый. Поэтому, что из этого выйдет, будет ли это нам серьезно, но… Из-за того, что у руля стоит… Ну, как у руля? Собрал всю эту кашу заботил, вот клёвый дядя. Туда сразу приехали хорошие театры. Приехали мы, приехали «Пежо», приехали… Ну, как бы… Приехали, во-первых, театры хорошие, а во-вторых, он сам на театрах, он картонник занимается. В… Не в Канаде, где же… Ну, короче, он не в России. База самая была. Это не могут на группу есть устроить? Нет, нет, нет. Француз. Нет. Вот. И суть в том, что он собрал, и вроде бы все… Он никому не конкурент уличных театров, и все как бы сплюзнулись. И что там дальше там копаться будет? Он создался в этом союзе. А? Ну, цель… Вот как, например… Интересно про это, нет? Так. Нормально? Если что, задавайте вопросы, чтобы, типа, аккуратненько увести разговор в ваш рост. Это… Вот когда-то, много лет назад, сейчас вот не совместно сколько, во Франции был такой процесс. Вот театральная жизнь жила, жила, жила. И все было вроде хорошо. Но появилось ощущение и у театралов, и у чиновников, и у даже, может быть, когда театр им надоел, когда в театр они перестали ходить. Ну, как? Так. И было принято решение на уровне чиновничек, на уровне правительственного. А давайте мы театр выпустим на улицу. И они сделали структуру, именно вот бюджетную структуру. Это у нас в России бедный уличный театр, а у них это профессиональный уличный театр. Точно так же, как в профессиональном там Самарте или театре драме люди получают зарплаты, получают там есть деньги на постановки, есть помещения и тому подобное, и тому подобное, во Франции сделали точно так же с уличным театром. И сейчас прошло столько лет, и сейчас на Франции впереди планируем все по улице. Ну, если не сравнить еще с Америкой там своя история. А у нас такого нет. У нас нет не то что профессиональных, но бюджетных уличных театров, их нет в принципе, а у нас даже нет системы поддержки уличных театров. И вот этот союз, в первую очередь, была главная цель. Это то, что сказать, эй, ребята, в СТД, начиная с СТД, заканчивая правительством на высоком уровне, сказать, ребята, мы живы, и нас много, и нам надо, давайте поддержите нас, и тогда будет хорошо. Вот. На ваш взгляд, хорошо ли это эпох? То есть, что появляется такой союз, что какие-то рамки могут появиться, как, допустим, сейчас в обычных театрах тот же план, то есть спектакль, да? Да, не хотим, чтобы рамки быть sínt. Наверное. Ты же всегда можешь, например, будучи не уличным театром, а просто театром, ну, рамматическим театром, ты же всегда можешь быть ни при ком. Ты можешь не быть в tem Med sap, или там, областными или там... Всероссийскими, там, театрам, ты можешь быть как мы, например, уличники, но с вами, вот ни при ком, ни при чем, ты можешь быть и и точно так ни при ком, ни при чем как они будут нерабоченными. Это то, что ты тогда сам на себя должен быть зарабатывать все, начиная с помещения, декорации, костюмы, Вопросы? У нас в чем по времени? Минут 10-15 еще. Мне это не важно, но волнуйте, а они главное, чтобы не услышали. А где или откуда вы берете это вдохновение, что вы говорите, все это делаете? С чего, с какого? В последнее время, уже много лет, обычно это делается коллективным. Коллективный разум всегда такой. То есть, например, несколько направлений. Во-первых, мы очень сильно постоянно друг другу приносим что-то, что мы находим на просторах. Инстаграм, где руку приносим и показываем друг другу, говорим. А потом это все забывается, в мозгах у всех перерабатывается так, что это потом... И когда бывает даже так, что мы делаем это, вообще откуда это, что взяли? А это вот оттуда, а это вообще не повторится. Совсем другое, совсем разные вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, когда мы готовим постановки, неважно, перформанс или спектакль, мы сидим, как и многие, но большая часть, наверное, в театрах, мы сидим на этюдном методе. То есть, например, идет репетиция. Мы размышляем, я говорю, ребята, давайте подумаем, вот есть вот... Мы сейчас ставим там что-то, у нас это есть, это есть, а вот здесь у нас вот пустота. Мы не придумали нифига. Или тему не придумали, или кусок комплекса, или еще чего-то. Ну, не важно там что. Давайте по мыслям. Вот вам 10 минут, поделились, и через 10 минут вы показываете на это все. Показываем в основном очень стрёмную фигню, в основном. Но всегда бывает, что с этой очень стрёмной фигней цепляется какая-то мысль, и из нее получается очень стрёмная фигня. Например, вот как пример... На, ну вы не видите. Видели обряд? Нет, не видели вы? Вот. У нас там есть кусок спектакля. Он такой. Хотите, покажу? Оказывается, вы... Почерпите две минуты. Это вот последний, ну, последний спектакль, который мы поставили. Да, он страшный. Да, он страшный. От положенного времени ты никому не удавалось уйти. Как зародил ей жизнь, так и дано ей камочку. Как зародил ей жизнь, так и дано ей камочку. Сказки я люблю петь. Вы слышите? Стоны, плачки религии. Темно и сын здесь так, что пронизывает холод. Судьба, в назначенный час, стянет петли. От положенного времени никому не удавалось уйти. И каждый сын свое предназначение. Это не случайно. Вот такой кусочек. Ну, типа, атмосферка невероятная. Вот. А на этюд, был этюд. Делали, ну, раз. Делали этюды, девчонки взяли там, ну, чё-то, делали на какую-то тему. Взяли и вытащили, ну, кто-то показывает этюду, а остальные сидят смотрят. Устроенный этюд. И они вытащили человека, ну, девочку. Поставили, ну, какая-то, ну, вот такая, вот такая. Вот. И они начали ищутать на уху чё-то. Троёк. Видно, как они делали этюдовик. И всё. Вот у нас там, в спектакле, есть такая сцена, когда они выбирают, вот для этого вот страшного, вот этого лешего, они выбирают невесту. Они идут, берут три девчонки из зала, реальных зрителей. Три стоят, и они очень медленно, долго и атмосферно им шепчут на уху. Причём на уши они шепчут какие-то такие вещи, которые им внутренне, а их внутренне зацепляют вот этих вот, кого вывели. И когда зритель видит, что, ну, он сначала выходит, ну, как обычно там, вывели человека из зала, да, он стесняется, он что-то это, и вдруг зритель видит, что она такая хопчет, внутри себя погружается, кто-то плакать начинает, прям реально, кто-то, и вот это всё. А потом выходит леший, выбирается где трёх, двум говорит извини, но кто-то не под койшек уводит, а третий там уже с ней начали дальше работать. Этюд был, вот простой этюд. И это прям, ну, вот этот кусочек, я считаю, что, блин, ну, прям много рабочих клевок получился. Ну, так вот, там много клевок, ну, это тоже. Ладно, куда идём? А где можно будет смотреть фрагменты? Ну, не фрагменты, это слепо, да, там, вживую? А, вживую? Ну, хорошо. Да, я не знаю, ну, вот честно. Вот у нас, он был в Самаре последний раз, ну, летом в августе будет делать фестиваль, а мы его играли, да, на фестиваль играли, вот, он был. В прошлом летом, ну, с третьим летом и в прошлом летом. В прошлом летом была прерьера, как сам первый раз, этим. А этим летом будет, как бы, даже не знаю, вот прям реально. Следите ВКонтакте, есть группа театров, следите там, всё, что мы можем себе позволить выложить, я имею в виду, для Самаре, для выкладки. Вот. Чего ещё? Чего ещё? Сейчас в Франции, вы говорите, на 101, наверное, в Афгентском полночном целом, а в России сейчас, говорите, увеличивается количество, нет? Нет, нет, нет. Во Франции чё? Ну, там... Там гонорары... Ну, там, например, театр, который, например, куча, ну, это, который, например, существовал, уж лет 30, наверное, они чё делали изначально, ну, как изначально, не знаю, прям, с Алла начала, ну, в процессе там, давно-давно, они делали шоу с машинами, ну, как шоу, спектакль с машинами. С кого там перевозили? Это другое, нет, это другое театр, не помню, называется. Они делали что, например, большую, ну, там, такая площадка круглая, типа Колизея со зрителями вот такой, выезжают в легковушку, там, в ней могут сидеть или не могут не сидеть, выбегают мужики, загоняют эту легковушку в угол, ну, типа, охотясь на неё, берут эту легковушку, переворачивают, подцепляют к чему-то, режут вот так её пополам, взрывают и поджигают, потом выезжает автобус, самый главный зверь, автобус выезжает, они его кладут, тоже много, как-то роняет его, автобус, стоящий прямо, кладут на мангал, поджигают огонь снизу, приносят мешки с солью, сверху там, на конструкциях соль, режут на куски и на больших обносят, то есть, типа, мы приготовили автобус, как шашлык, ну, это как пример, но, представляете, бюджет, понятно, что они берут там, ну, какой-то автобус, который там, понятно, он уже упитый и все дела, но, они могут это себе позволить, то есть, это бюджет на один спектакль, в принципе, я уже не говорю об этих там, вот этих там, когда большие слоны, девочка вот эта вот, ну, такие вот, хотите, покажу, но найдете. Вопросы, давайте еще про что. Все? Устали? Заканчивали? Я бы на смысл прописали, я чуть-чуть опоздала, как про операционную переходку от театра к уличному, почему? Ну, я расскажу, достаточно подробно просто, что повторяется, это вот через дуракие дороги у нас поездка была. Я бы говорил, а, я был, да, просто был процесс какой, был процесс, мы занимались сейчас, потом мы начали заниматься коммерцией, и нам это надоело. Ну, деньги зарабатывать, на самом деле, ну, это не очень, ну, не, кому-то может интересно, но, а в творчестве это не очень интересно. И мы решили искать, и вот нашли. А можно что-то сказать? Как по-вашему лучше и более-менее на ступе смело в концерт поставить? Концерт поставить? А, секрет, 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 секрет? Нет. Какой? А, ну, это, вы меня пригласите, не важно, я не про деньги, но я могу бесплатно приехать и прямо час-два-три пообщаться. Потому что это у меня там и лекция начитана, и всего-всего, как в ступлесновском формате поставить концерт. А вы не думали кого-то учить именно как, не как актёс, да, заниматься с ними, а именно как режиссёр, да, например, тот хочет поучиться, да, режиссуя? Да, ну, просто я пробовал… Просто мы начинаем взять таблик. Да, да, я понял. Я пробовал когда-то, работал педагогом у хореографов, и у меня прям клёво получалось, вот прям без скромности. Ну, мне это очень-очень тяжело, потому что, ну, если говорить о, там, в вузах, там, ну, академии наши, там, или училищики, кто-то там, это, ну, 30% студентов, которым реально надо научиться, а 60%, кроме там, сколько там, 70%, которых нужно заставлять, потому что им всё равно. А я чё-то так, ну, мне всегда прям очень жалко, потому что зачем я должен терять время на то, чтобы кого-то, кому не надо, заставить? Ну, я логику не вижу, мне это бессмысленно. И я, ну, сколько там, я лет года 2-3, может, поработал и всё, и перестал. То есть, получалось хорошо, но для меня это было очень тяжело и неинтересно, прямо, вот реально. Потому что, нафига людей заставлять, которым не надо чего-то заставлять. То есть, тебе не надо, не надо, а там, им же нужно, там, кого получили, вообще. Вопросы? Вопросы? А кто считаете? Уличный театр в России, сколько дальнейшего развития? Вашего? Куда вы планируете дальше расти, развиваться? Есть ли какой-то рост или это предел? Нет. Это не предел. Просто вот сейчас, и всегда, и давно, и современный организм, я имею в виду, который вырос из России. Российский театр, уличный, проуличный, очень слабый представлен. В Европе, там, примерно, тем более, очень слабый. И это такое, не потому что нечего показывать, а потому что так поверутся. То есть, например, попробую в офф-программу в «Авиньот» привези что-то, понимаете, не понимаете, есть крупный театральный фестиваль, не уличный, там, «Авиньотский» театральный, или «Фридж» в Денгурге, там, ну, не важно, есть фестиваль. Есть офф-программа и офф-программа. То есть одно – это когда официально, то есть это театры, которые там в расписаниях и так далее, и так далее, если проще, просто объяснить. А есть те, кто сами за свой счет, за свой страхорист приехал, как бы арендовал там площадку и не показывался. Вот. Да даже тогда, с очень большим трудом, русский уличный театр пускай, даже тогда. То есть, скорее, вы укачуете заграницу, чем что-то здесь начнет развиваться на масштабах? Нет, ну, тут как, тут театры, в принципе, театральные направления, в последние времена, становятся, опять становятся модными. Это я вам сейчас говорю, как, вот реально, как были вот эти там, я не знаю, там, ну, с московских вот этих вот времен, когда в театр, все, торопали, билеты не купить и все. А потом был какой-то спад, какой-то вот такой вот прям, прям. И вот последние, ну, не знаю, несколько лет, мне, у меня внутренние ощущения, театр, театр становится модным, я не про уличный, а в принципе, театр не про уличный. Поэтому и в Самаре тоже там, потихонечку вот театры, к театрам начинают присмотреться. Особенно вот про владельцы такие, хм, что это такое. Как пошел бум, там, несколько лет назад, бум с музеем, где какого-то стоит. И сейчас все такие, о-о-о, ночь в музее, там, это, это, как. Сейчас то же самое в Манойзе, может ошибать сказать. То же самое происходит с театрами, то же самое. Вот. А с уличными театрами, тем более. Потому что, я говорю, лет пять назад, семь назад, было три-четыре по России. В принципе театров уличных, в принципе. Ой, фестиваль уличных, в принципе. Вот. Театры-то там, может, и были какие-то малюсики. А сейчас это все растет, растет и растет. Куда это выйдется, не знаю. Понятно, что это превратится, ну, должно превратиться в какую-то господдержку в любом случае, это да. А как, что? А то, что касается выхода за рубеж, да, мы последние два года начали, осознав это, начали работать целенаправленно на выход за рубеж. Ну, не два, а полтора, скажем так. Вот. Пока это, пока... Так? Вот. Не сказать, что мы не ездим. Не водку прям, постоянно. Я говорю, ну, было раз или два в год, ну, в сезон. Мы выезжаем там. В поле, в штурку или там. А... Ну, и в то ли. А сейчас, я думаю, что... Тихо, как мы выходим, ну, это не значит, мы с театрами соберемся и перейдем во Францию, как по-моему. А потом почему-то вернусь в Питережим. Чего, закончил? Да? Да? Вы, скажите честно, я вам наболтал что-то, чем вам полезно? Юрия. Никому вообще, ни о чем corre lending будет? Мы будем uży różne. Сейчас мы признаемся сюда. Все, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Там полетится? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТАЛИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕЛЕФИНЕНТЫ ЭТОСТИ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...